так поскольку новинки смотреть я больше не могу придется делать ролики по чему-то из старого так для этого время еще не пришло может быть какой-нибудь топ хотя может быть может быть и это может быть и правда самое время здравствуй кинофинт я предлагаю тебе сыграть в игру всю жизнь ты делал перемотки а перемотку про меня так и не сделал у тебя несколько минут чтобы начать ей заниматься иначе пила перемотает тебя жизнь или смерть выбор за тобой так это я смогу это я сделаю я все сделаю да не таким образом я себе представлял ловушку конструктора однако с другой стороны они ведь всегда базировались на личном страхе всех игроков и так я сыграю в эту игру я расскажу вам историю создания франшизы пила и тогда я надеюсь мой канал не будет удален начало этой знаменитой кино серии было положено не в 2004 году с выходом первого фильма а годом ранее когда вышел короткометражный фильм пила его сейчас можно свободно найти в сети его продолжительность всего девять с половиной минут и там были самые известные сцены которые были повторены в полнометражном фильме годом позже на самом деле если подумать то началось все гораздо раньше а для этого нужно отправиться в прошлое и прямиком в австралию чтобы проследить творческий путь двух друзей ныне ставших именитыми кинематографистами современности ли он родился в мельбурне в австралии в 17 января 1077 года он рос весьма творческим ребенком ли с ранних лет писал рассказы а позднее он начал писать рецензии для телевидения 18 лет он поступил в киношколу при мельбурнском университете тогда же во время учебы он познакомился со своим ровесником джеймсом ванном и эта встреча оказалась некоторым смысле судьбоносной в качестве зачетной работы ли и джеймс написали сценарий к фильму пила игра на выживание в центре сюжета было двое мужчин заперты в заброшенном помещении причем без возможности выйти оттуда а также там был труп третьего мужчины в основу этого сюжета легли детские ночные кошмары ли и джеймса принципе нетривиальный сюжет ли он смог расписать как глубокий сложный детектив так что в конце фильма внезапным открытием становилось что труп лежавший все это время на полу и был главным кукловодом этой истории строго говоря он не убийца он никого не убивал сценарий привел в восторг их учебного руководителя а также почти всех их друзей и знакомых и они сами поняли что открыли ковчег завета однако несмотря на это джеймс ван скорректировал сценарий так чтобы для реализации съемок не понадобилось много денег стало очевидно что никто из австралийских студий не готов был вкладываться в проект двух друзей и несмотря на то что все студии хвалили сценарий и подбадры ли уонала и вана они приуныли все же один из продюсеров нажал на кое-какие рычаги и сценарий по просьбе ребят отправили в голливуд причем авторы в очередной раз шрифанули сценарий и сделали аж две версии включая литературные для более понятного восприятия подкрепив его кое-какими раскадровками а через несколько месяцев им позвонили и пригласили в лос анджелес на переговоры тут джеймс ван понял что это тот шанс к за который нужно хвататься и не стоит ехать в голливуд чтобы просто пожить руки тамошним продюсером нужно что-то посущественнее они обзвонили всех своих друзей и попросили им помочь подготовиться к этой поездке взяв один из эпидодов сценария они собственными силами сняли его это был возможно самый характерный эпизод фильма в котором аманда оказывается в ловушке с разрывателем головы только вместо шоу не смит снимался сам вонал а одним из самых сложных элементов реквизита был сам разрыватель причем он был настолько правдоподобно сделан что говорят реально мог разорвать челюсть тем не менее ребята отсняли этот эпизод добавив не у несколько сцен что в итоге и стала короткометражным фильмом пила и послали его продюсером в америку поехав лос-анджелес они взяли с собой не только сценарий но и кучу раскадровок куклу били который джеймс ван сделал сам и тот самый разрыватель челюстей так уж получилось что продюсеры успели посмотреть их ролик до встречи с создателями и пришли в восторг по сути когда он у иван прибыли на встречу их ждало готовое предложение студии берет на себя расходы производства фильма с небольшим бюджетом так уж получилось что продюсер ранее занимались производством детских фильмов и как раз искали что-то чтобы начать новый этап своей карьере и сценарий ли и джеймса пришелся как раз к месту кстати почти сразу было предложено не откладывать долгящий проект и начать съемки через три недели прямо сейчас почему нет действительно почему нет также железно было закреплено что джеймс ван будет режиссером несмотря на то что вчера он еще был студентами на школы али сыграет одну из главных ролей на остальные роли были взяты не особо раскручены голливудские актеры по случаю оказавшись в то время в голливуде английский актер карри элвис ознакомился со сценарием и одновременно смотрел короткометражку после чего встретился с создателями он был очень удивлен увидев готовый реквизит и куклу после недолгих переговоров он согласился сыграть одну из главных ролей меня зовут лоренс гордона я врач очнулся здесь также как и ты шоу не смит согласилась также сыграть фильм после просмотра короткометражки к тому же ее очень хотел видеть в роли аманды сам джеймс ван который был ее фанатом фактически единственным знаменитым актером был дэнни гловер впрочем как и говорилось ранее до съемок было около трех недель который джеймс ван потратил на конечные раскадровки а продюсеры на подготовку к съемкам старый фонд когда-то там была фабрика по производству манекенов думаешь для ордера это достаточно кто говорит об ордере ими было найдено заброшенное помещение которое они взяли в аренду у разорившиеся фабрики и все сцены фильма сняли внутри этого здания конечно им пришлось той или иной степени отремонтировать помещение чтобы они соответствовали полицейскому участку кабинета доктора город на квартире адама подземной парковки или одной из ловушек конструкторов в плюс пошло наличие длинных кривых коридоров которые были задействованы фильме но единственную декорацию который пришлось полностью создавать с нуля это была та самая ванная комната когда ли он увидел готовую декорацию он был в восторге ведь достаточно долго они только представляли ее а теперь она была настоящая из зажатых сроков пришлось начинать съемки без предварительных репетиций что например для керри элвиса было непривычно из-за того что главную декорацию постоянно показывали с разных ракурсов съемочной группы приходилось полным составом сжаться в одном то в другом углу сидеть чуть ли друг у друга не на головах такой подход осложнялся еще и тем что съемки в ванной велись в хронологическом порядке то есть ровно так как они показаны фильме это было крайне неудобно но на этом настояли ли и джеймс они считали что именно так создастся то напряжение между персонажами которое нужно откуда мне знать что ты не врешь может быть ты меня сюда засунул обрати внимание я в такой же ситуации что и ты несмотря на то что фильме показаны достаточно жестокие ловушки как разрыватель челюсти комнаты с колючей проволокой и остальные все было сделано максимально безопасно и съемки прошли без каких-либо травм и даже царапин а вот с бутафорской пилой карелес умудрился переусердствовать и реально порезался отчего у него даже остался шрам на ноге а еще в больницу с отресением мозга отправился оператор который при съемке в подвальном помещении с низким потолком где была декорация с колючей проволокой стал в полный рост и впечатался в потолок как я и говорил все съемки велись в одном здании даже погоню на автомобиле не снимали в движущемся авто а заменили его операторской работой раскачиванием транспорта и мигающими прожекторами тому же не нужно забывать что бюджет фильма был один миллион двести тысяч долларов часть из которых ушла на гонорары актеров в итоге денег не хватило даже чтобы изготовить манекен для лежачего на полу трупа впервые в жизни вижу труп в реальности они выглядят по-другому полная неподвижность актер тобин белл самоотверженно пролежал на полу в течение шести съемочных дней конечно он не лежал там с утра до вечера на иногда это было и 15 минут в день а иногда и все шесть часов кроме того некоторые актеры не могли поучаствовать съемках больше чем два-три дня поэтому первым делом снимали их лица крупным планом так что в итоге в сцене где шоу не смит копается во внутренностях человека были сняты руки ли онова также он исполнил роль детектива синхо в тех сцена где не видно его лица я вас вижу почти параллельно со съемочным процессом был начать процесс чернового монтажа картины джеймс ван совместно с режиссером монтажа занимались этим примерно по полтора два часа в день после съемок с учетом того что ли он спал в соседней комнате от той где они устроили монтажную он был вынужден спать с берушами чтобы не слышать собственных криков записанных накануне зато на окончательный монтаж первой версии фильма понадобилось совсем немного времени продюсер и фокус-группы отсмотрели его и пришли в восторг после чего была назначена премьера фильма на на кинофестивале санды с января 2004 года до которого оставалось совсем немного времени создатели в невообразимой спешке доделывали фильм джеймс вам несколько раз проклял себя за невнимательность и жалел что не переснял ту или иную сцену к счастью у них на площадке работала камера видеонаблюдения и они взяли несколько кадров оттуда так что смогли закрыть несколько дыр также повезло что на площадке работал фотограф и он попутно делал кучу снимков из них авторам также удалось собрать несколько сцены кадров что позволило закрыть еще целую кучу белых пятен монтажа и добавить фильму аутентичности ведь не нужно забывать что один из героев адом фотограф я снимаю богатых ребят вроде тебя которые ездят в убокие мотели трахать своих секретарш неимоверными усилиями кинофестивальную версию удалось собрать за два дня до даты показанной кинофестивале по словам леоннелла он никогда не испытывал такого стресса как во время показа фильма на кинофестивале он не мог сосредоточиться на фильме не мог сосредоточиться на реакции зрителей в итоге он зарекся ходить на такие вот предварительные показы и с тех пор не посещает фильм взорвал фестиваль продюсеры мечтавший прежде выпустить этот фильм в обход проката на больших экранах сразу на dvd решили все же провести широкий прокат большая премьера состоялась 29 октября 2004 года которую студия lines gate основательно подготовилась она провела огромную рекламную кампанию и у фильма даже появился свой фан-клуб еще до премьеры только за одни примерные выходные фильм пила игра на выживание заработал в северной америке более 18 миллионов долларов при весьма скромном производственном бюджете в миллион двести тысяч а общие кассовые сборы ленты превысили 100 миллионов долларов что и предопределил создание нескольких продолжений джеймс ван или онала рискнувший отказаться от фиксированного гонорара в пользу процента от прибыли от проката почти мгновенно превратились в миллионеров а пила в итоге стала самой успешной серии фильмов ужасов в истории голливуда хватит врать ты мошенник я должен знать правда все же без черных истории не обошлось актер карел из подал суд на создателей фильма ибо посчитал что ему его процент от прибыли не доплатили в итоге вроде бы дело замяли акрел из даже вернулся к ролик доктора гордона в седьмой части пилы на самом деле на этом можно было бы закончить однако это тот редкий случай когда продюсеры идеально подхватили запал дебютантов уонала ивана и когда те двое даже не думали заниматься сиквелом студия не сомневалась в успехе продолжения которые запустила киносериал пила по-настоящему и так после бодрого старта пилы в кинотеатр продюсеры сразу задумались о продолжении тем более как уже было рассказано ранее у фильма к моменту его премьеры существовала армия фанатов и было бы глупо ее игнорировать впрочем вместе с тем продюсеры понимали что и кормить их пустой кашей то есть снимать пустозвонный фильм это ужасная идея им был нужен сценарий идеально подходящий для второй части тем более что в этот раз у них был и бюджет повнушительнее аж целых 4 миллиона долларов кстати оригинальный фильм оставил идеальный сюжетный задел на будущее главный злодей появляется только в финале и сразу же исчезает оставляя кучу вопросов перед зрителями при этом студия понимала что не стоит делать ставку на ту же атмосферу и изучала отзывы о фильме они поняли какой именно след оставил первый фильм сознание аудитории это был фильм о человеческой природе границах возможного и многие задавали себе вопрос а как бы я поступил на их месте окажись я в ловушке так студия поняла что нужно делать историю с большим количеством персонажей но не делать их обычными статистами отдать каждому отдельную историю одновременно связав их между собой ровно так как это было в первом фильме нам надо подумать ведь этот тип сказал что у нас больше общего чем мы думаем таким образом студия начала подготовку к съемках без ли и джеймса которые занимались продвижением оригинальной пилы разъезжая с мероприятием по всему миру вспомнив что пару лет назад у них в руках был подобный сценарий студийные боссы все-таки вспомнили имя автора и связались с ним его звали фильм даррена лина баусмана после короткой беседы буквально через день продюсеры сделали предложение баусману не только переработать сценарий с учетом специфики пилы ну и возглавить проект как режиссеру студия решила что раз первый фильм выстрелил то не стоит нарушать формулу не брать огромные деньги и нанимать постановщика с большим именем а сделать то же самое что и в прошлый раз дать шанс молодому постановщику и снять фильм по его сценарию била твой подопечный несмотря на то что боссмуну обещали творческую свободу к работе на сценарии подключились ли онл и джеймс ван и хотя они не смогли поучаствовать в постановке самого фильма они все равно стали исполнительными продюсерами так что нельзя сказать что они оставили сиквел совсем на самотек в отличие от первого фильма где только в конце показали главного злодея во второй пиле самого начала было понятно кто за всем этим стоит и авторы не стали этого скрывать они почти сразу же решили показать конструктора и более того посвятить ему одну из сюжетных линий почти сразу же при написании сценария ухватились за тот факт что конструктор болел и пришли к мысли что ему нужен преемник который возможно сможет продолжить его игры продюсеры подумали что было бы неплохо чтобы это был кто-то из его жертв которые выжили а поскольку при работе над первым фильмом все полюбили шоу не смит было решено отдать ей роль преемнице конструктора я уже игра поскольку снимать пришлось как и в прошлый раз в одном здании ну правда студийном здании авторы использовали это для постановки некоторых сцен где видны некоторые переходы между ними это не монтажные склейки это правда снималась в один дубль в отличие от первого фильма который хоть и был до ужаса жестоким там все самое основное насилие авторы умело оставили за кадром в новом фильме авторы решили показать жестокость во всей красе а соответственно на плечи постановщика спецэффектов ложилась задача не только реалистично показать ту же ловушку для головы но сделать так чтобы в кадре она сработала и убил жертву а жертв было больше и ловушек тоже к тому же теперь потребовалось соорудить несколько комнат в одном едином стиле ведь большая игра по сценарию проходила в одном доме который изнутри был неприступной крепостью и выйти оттуда можно было только играя по правилам конструктора нет нет у нас 15 минут нам нужно выяснить откуда поступает видео над фильмом работала та же съемочная группа что и над первым и декоратор возвели все примерно за три недели остальные декорации доводились до идеала в считанные часы в чем огромная заслуга дэвида хакла который идеально попадал в то что просил от него режиссер что касается ловушек то тут отдельным списком стоит маска смерти которая делала реверант в сторону разрывателя челюстей из первой части ставшим еще одним символом серии при ее создании использовался безопасный муляж который хоть и выглядел устрашающе был абсолютно безопасен а гвозди внутри были силиконовыми и не причиняли вреда тем не менее поскольку кастинг на роль жертву прошел в последний момент а маска не должна была выглядеть свободной и и изготовили тоже в последний момент по мерке головы актера чтобы потом ее не переделывать еще одной кошмарной ловушкой был аквариум с лезвиями конечно лезвия были ненастоящими однако жертва и правда не могла вытащить руки специалисты спрятали открывающий механизм манжета чтобы все-таки можно было высвободиться а парадокс в том что лезвие изначально не было видно и поэтому казалось что достать шприц из аквариума очень просто но лезвия стали крайне неприятным сюрпризом также с эта ловушка была связана интересная операторская находка поскольку жертва истекала кровью аквариум был прозрачным для подчеркивания страданий было принято решение сделать так чтобы свет падал через наполняющийся аквариум прямо на лицо жертвой картинка окрасилась красным что касается биты с гвоздями то было всего изготовлено 8 экземпляров некоторые используют для того чтобы актеры просто держали ее в кадре другие для того чтобы закрепить ее на жертве и создать иллюзию застревания в черепе а были еще и те которыми наносились удары по жертве они вообще были легкими и резинами ну и конечно был экземпляр с настоящими гвоздями чтобы можно было ломать дверь и стены самым сложным изготовление оказалось печь для того чтобы ее сделать были взяты за основу фотографий старых печей из крематория а чтобы удостовериться с том что все пойдет по плану модель сцены как и самой печи были смоделированы на компьютере вплоть до того что именно будет в кадре где актер где пламя и где можно будет использовать каскадера до в этой сцене ноги были настоящими и каскадер действительно их поджигал правда защитив их пожарным гелем сама же печь была изготовлена за три дня с утра в пятницу были сданы чертежи а к понедельнику специалисты уже сделали готовую печь так что цену снимать начали уже в среду но вишенка на торте яма со шприцами лично на меня это ловушка произвела самое жуткое впечатление конечно настоящих шприцов с иглами там не было но как вы понимаете никто не продает муляжные шприцы в таком количестве четыре человека четыре дня насаживали на одноразовые шприцы искусственно резиновые иглы и все равно они смогли покрыть только часть ямы впрочем основную массу составили шприцы без игл и все это покрыли желтым гелем и смешали со шприцами с бутафорскими иглами операторской работой актерской массе 100 шоуни смит дали нужный эффект впрочем кадры попали и настоящие иглы в одной из сцен крупно показана рука аманды когда-то выбралась из ямы но вот рука как раз была не настоящая ее специально изготовили для этой сцены несмотря на то что из первого фильма в сиквел перекочевали только конструктор и аманда в новом фильме появляется та самая локация из первой пилы ванная комната ставшая ловушкой для адама и доктора гордона по сюжету она располагается в подвале то самого дома где происходит новая игра однако декорации от первого фильма не сохранились более того не сохранились и чертежи или планы этого помещения однако ванная комната была воссоздана заново по кадрам из первого фильма до авторы признались что кое-где ошиблись но ли онл и джеймс ванн были в восторге от проделанной работы они даже и не думали что получится настолько точно это воссоздать операторской работой тот факт что светлых кадров фото локации был не так много скрыли все грехи которые наверное зритель и не рассмотрел бы при полной иллюминации часть декораций для разрушающегося ветхого здания были взяты с других съемочных площадок где нещадно ломали и крушили стены а для ванной комнаты с других съемочных площадок были одолжены два из левших трупа муляжа конечно изображающих адама и зэпа поскольку авторы не собирались снимать продолжение да и вообще сохранять декорации ванной комнаты на производственной студии в торонто было то еще головной болью то к моменту начала съемок третьей части где вновь появляется ванная комната авторы снова оказались перед проблемой постройки но проблема решилась сама собой дело в том что точно такая же декорация использовалась на площадке очень страшного кино 4 где создатели пародировали пилу чем и воспользовались авторы снимает третью пилу там где пародировалась первое но вернемся ко второй части считается что она возможно была даже хуже первой но это не так она была другой это был следующий шаг который привел студию производства киносериал где конструктор погибает но его дело продолжать его ученики и помощники сериал пришел туда куда пришел хоть в итоге он и скатился в унылое говно типа спирали он тем не менее породил или возродил интерес целому жанру реалистичных и недорогих фильмов ужасов слэшеров на такие киносерии как хостел коллекционер новой скалы фигур студии давали денег с большей охотой ведь они знали что их ждет аудитории киносерия пила сделала немалый вклад в развитие кино и в очередной раз доказал что для хорошего фильма не всегда нужны многомиллионные бюджеты но без хорошего сценария уже точно никак не обойтись а что касается его создатели то ли онл и джеймс ван до сих пор дружит и работают вместе они также вместе создали еще одну франшизу ужасов астрал где ли стал еще исполнителем одной из ролей а также бессменным сценаристом этой киносерии джеймс ван также стал создателем киносерии заклятия что по-своему повлияло на выбор его на пост режиссера в форсаже 7 а затем и аквамена тем не менее ван не забывает о старом друге что позволяет тому появляться в эпизодах блокбастеров как актеру ли онл больше сосредоточился на сценариях однако все также пробовать себя в режиссуре например его детище это недавно фильм апгрейд а также по слухам на данный момент за ним закреплено место режиссера ремейка побега из нью-йорка все дальнейшие фильмы киносерии были внешне похожи на второй фильм больше игроков и больше ловушек однако идейно они все-таки тяготели к первому многие загадки строились на взаимодействии один из игроков как правило оказывался подсадным и был учеником или сообщником конструктора и это все тянется самой первой серии фильмов в той или иной степени все последующие с разным успехом следовали и следует этой формуле я пока не вижу смысла рассказывать про конвейер пилы бесконечности но думаю самое основное главное я до вас донес ну что ты доволен я выполнил условия игры верни канал не бойся твоя жизнь только начинается игра окончена а Субтитры создавал DimaTorzok